Всем привет, с вами Механик, и по вашим просьбам я продолжаю собирать тачку в My Summer Car. Итак, двигатель почти собран, осталось совсем немножечко, там, топливную систему, по-моему, что это такое лежит? Сцепление, сцепление, тросик, наверное, а это? Это от коробки передач, я так понимаю. Да, это от коробки передач. В общем, я надеюсь, что сегодня нам удастся все собрать, и я уже заведу двигатель, наверное. Так, ручник, в принципе, не особо нужен. Наверное, начать нужно с топливной системы, и, собственно, это у нас бензобак, он устанавливается куда-то, куда-то вот сюда, вот он устанавливается. Так, вроде установил... Не, нифига не установился, слушайте, а что это он... Что это ты не хочешь устанавливаться? Во! Вроде установился. Само собой, его нужно прикрутить. У него там есть специальные крепежные элементы, которые нам нужны... Так, так-так-так-так-так, открывайся. Вот, все, открылось. Наверное, возьму сразу я ящик, потому что... Потому что не помню абсолютно, какие там, насколько ключи. Ну, явно, явно это небольшой ключик, наверное, какой-нибудь там 9, 10 и прочее. Так, вот они, эти ключи. Вот они, вернее, эти болты. Так, нет. Я начал с 9 ключа, соответственно, идем сейчас по убывающей, и после этого будем идти в другую сторону. Возможно, там и на 10 ключик. Так-с... Нет, слушайте, не на 10 даже. Что, 11, что ли? Да ладно, ни хрена себе. Эй, чувак, ты что упал-то? Фак. То есть, надо быстрее закручивать болты, почему-то падает он. Есть. Закручен. Здесь тоже закручен, и, наверное, там тоже он где-то закручивается. Честно сказать, не помню, сколько там, сколько болтов всего будет. Наверное, наверное, штук 5-6 должно получиться. О, даже нет, посмотрите, 4 получается сзади. Так, этот закручен. И здесь, здесь сколько? Здесь, наверное, 2. Ну, то есть, как я искал, около 6-ти. Нет, еще один есть. Ни хрена себе. То есть, тут двигатель хуже закреплен, чем этот бензобак. Что это такое вообще? Так, а так вот, тот мы никак... Тот уже закрученный у нас, этот закрученный. Ну, вроде как, вроде как все подключено. Что нужно теперь? Теперь нам нужно найти топливную саму горловину. Вот, вот она. Топливная горловина, которая будет у нас для того, чтобы, ну, сами понимаете, заливать, заливать топливо в бак. Вот, она просто ставится, ее прикручивать никак не нужно. Так, что теперь? Что теперь? Также у нас есть радиатор. Аккумулятор, само собой. В принципе, наверное, мы можем поставить и радиатор уже сейчас. Так, есть радиатор. Но его нужно прикрутить. И, само собой, шланги. Шланги радиаторные тоже надо сразу притащить. И после того, как я закручу радиатор, я уже поставлю непосредственно шланги. После этого, что нужно сделать? После этого, я думаю, надо заняться, наверное, коробкой, сцеплением, поставить воздушный фильтр. Хотя, в принципе, машина работает и без него. Но, по-моему, для того, чтобы... Или я путаю. Но, по-моему, топливная система без него не ставится. Ну, я попробую. Я, в общем, попробую, но не обещаю, что все получится с первого раза. Вроде, как бы, игра-то и уж поднадоела всем новых обновлений, пока не выходит. Но вы почему-то просите и просите продолжать. А я, ну, не могу же я вам отказывать, да? Приходится, приходится снимать. Хотя, честно сказать, мне и самому нравится игрушка. Потому что она прикольная. Итак, панель приборов можем поставить после. Вот он, соответственно, еще и топливный, вернее, воздушный фильтр, который будем ставить потом. Итак, сейчас я беру тогда набор инструментов и мы переносимся вот сюда. Так, надо определиться, как у нас тут закрутится. Вот они, то есть, четыре каких-то болта. Четыре небольших, судя по всему, болта. Так, вот отсюда мы его можем наблюдать. Поэтому как раз, как раз здесь будет удобная позиция, чтобы подобрать необходимый ключ. Всегда выбираете такую удобную позицию. Вот, допустим, здесь получается, этот ключ вроде как на шесть, да? На ш... Нет, на семь. Этот ключик на семь. Так, и с той стороны, соответственно, тоже сейчас я закручу сразу все. Эх, где ты? Только что был, вот. Все закручиваю и сверху. Блин, ну что такое? Почти же, почти удалось мне. Так, ладно, сверху закручиваю. Сейчас надо поставить все трубки. Трубки, по-моему, не закручиваются никак. Хотя надо, надо будет еще все проверить. Так, не, вроде, вроде никак не закручиваются. Еще две трубки у нас есть. Вот эта, наверное, идет как продолжение той. Или нет? Вроде как, да. Точно, да. Продолжение той трубки и еще одна должна быть. Она у нас куда подключается? Вот сюда, сверху, должна вставать. Точно. Так. Вот. Сами смотрите. Ну, то есть, здесь как бы ничего абсолютно нельзя закрутить. Подкрутить. Все и так канает. Все и так работает. Так, это у нас для коробки передачи. Это у нас установ... Ох ты! Куда ж ты залез, чувак? Нам надо в салон. Так, эту штуку мы устанавливаем вот таким вот образом. То есть, она должна там куда-то... Так, вроде как установилась. Я не помню, она крепится или нет. По идее, должна как-то крепиться. Сейчас бы нам как-то заглянуть туда надо. Так. Здесь, конечно, я нихрена просто не вижу, как же ее закрепить. Так, и думаю, что отсюда тоже я не увижу абсолютно. То есть, надо машину поднять. А если я рычаг просто поставлю? Ну, думаю, что, наверное, все отпадет. Вся эта... Так. Не, он даже и не ставится. А нет, вот, смотрите, поставился. И здесь, получается, у нас тоже есть три каких-то болта. Судя по всему, совсем какие-то маленькие. Возможно, на шесть. Да, точно. Точно, совсем они малюсенькие, эти болтики, на шесть. Возможно, я потом ее подкручу, эту штуку. Когда затолкаю машину уже непосредственно на яму. Но сейчас не вариант вот эту там закручи. Хотя, если из-под капотки попробовать, то, в принципе, наверное, может получиться. Так, а здесь у нас что такое? Смотрите, трубка какая-то проходит. Что это за трубка? Непонятно, что это за трубка такая проходит. Так, вот они, судя по всему. Да, вот, вот что надо подкрутить для коробки. Нужно найти какой-то ключ, наверное, 7-8, что-то такое. Вот он. В принципе, я думаю, из-под капотки будет видно. Да, через генератор, конечно, плохо. Но вот, вот, вот она, вот она, вот она, эта гаечка. И получается, что все. Только одной гайкой все это дело держится. Так, на 5 вряд ли. Хотя можно попробовать и на 5. Но мне кажется, все-таки там чуть побольше это все. Блин, нет, слушайте, реально на 5. Есть, есть, я попал. Кто тут красавчик? Я красавчик. Так, что же еще нам нужно сделать? У нас есть, есть вот этот еще шланг. Или что это? Тросик, наверное. Все-таки не шланг, а тросик, я думаю. Господи, зачем ты туда упал? Так, куда-то он... Куда-то сюда ставится, по-любому. Ну же, ну же, давай, давай, найди свое место. Так, надо чуть ближе, чуть ближе за него взяться. Может, из-за того, что я уже закрутил, все, он не вставится. А, не-не-не, во-во-во, смотрите, все. Так, поставился, соответственно, теперь его нужно... Теперь его нужно закрутить. Здесь непонятно, какие, опять-таки, все разные гайки. 7, 8, что-то такое наверняка. Так, здесь ничего не надо крутить. Вот это надо закрутить. А здесь... А здесь вроде все закручено уже. Хотя странно, я его вроде только поставил, а он уже закручен. А, нет, вот, вот снизу там, снизу вот она гаечка. Так, вот точно, 7 на 7 получается. Все, ну, достаточно неудобно, как вы видите, но все равно можно, можно делать. Так, и с этой стороны, получается, тоже нужно где-то, где-то здесь закрутить. Так, нет. Ага, вот, 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 вот здесь. Есть, закручиваем гаечку. Так, остается топливный фильтр у нас и воздушный фильтр. Сейчас установлю воздушный фильтр. Он тоже прикручивается. Вот тоже здесь, смотрите, два болта есть. Совсем каких-то, вроде визуально маленьких, но тем не менее. Тем не менее, получается, они больше. Вернее, ну да, больше, больше, чем 7. Или нет? Да, больше вроде, чем 7. Хотя можно проверить и на 6, и на 5. Так, на 5 нет, на 6. Да ладно, на 6, черт возьми. Ну, ну, ничего, ничего страшного. Со всеми бывает, вот, со всеми бывает такое. То есть, ты думаешь, что один здесь размер, там на самом деле другой. Ну, ничего страшного в этом нет. Как бы. Теперь у нас осталось топливный фильтр, вроде как. Ну, наверное, фильтр это. Что это еще может быть такое? Куда он ставится? Так. Куда же он ставится-то? Давайте подумаем. По идее, как-то, как-то вот так он должен поставиться. Ну, типа того. Так. Вот. Вот, 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 как-то. Как-то вот так вот, наверное, сюда куда-то. Хотя, честно сказать, я не помню, куда этот бочонок. По-моему, его не было там. По-моему, не туда он должен ставиться. Так, подождите. Надо, чтобы он ровно. Ровно надо его поставить. Так. Куда-то он к карбюратору должен подходить. Ну, соответственно, вот эти, наверное, концом он должен подходить к карбюратору. Тогда мы должны его как-то вот так вот, наверное, взять. Блин, да что же ты будешь делать? Ну, как? Тут все вот это вот через жопу неудобно. Не, смотрите как. Не могу, не могу найти необходимую позицию, куда его снять. Здесь стоит у нас аккумулятор. Здесь как бы, ну, сами понимаете, что нельзя его поставить никак. Блин, да что за дерьмо? Вот что это такое? Почему вот он то приседает, то не приседает? Черт, ну, не знаю. Он должен ставиться куда-то. Куда-то в район карбюратора должен ставиться этот гребаный шланг. Но он что-то не хочет туда ставиться. Так, есть. Есть, есть, есть. Ну, я знал, что он куда-то сюда ставится. Но, как видите, реально может прям вот выбесить. Может вот это вот. Ты знаешь, как бы, что он сюда ставится, а он не хочет сюда ставиться. Ну, что это такое? Так, вот у нас тут зажигание. Я так понимаю, это катушка зажигания стоит. Вот, тоже не прикрученная. И здесь еще вот один болтик для топливной магистрали. Все. Все, пацаны, ну что? Аккумулятор надо ставить. Руль надо ставить. Я еда пошел. Наверное, сидение тоже надо еще поставить сразу. Так, аккумулятор есть. Провода здесь никакие к нему не подходят. К сожалению или к счастью. Коробка получается подключена. Педали вроде тоже я закрутил. А то первый раз, когда собирал тачку, забыл закрутить педали и все. Машина никуда абсолютно не ехала. Нам даже сейчас не надо, чтобы она ехала. Сейчас самое главное завести ее. Так, торпеду надо устанавливать. Панель приборов надо устанавливать. Ну что, опять не тот ключ. Да что ж такое-то? Так, ладно. Не буду прикручивать. Так, подождите. А, нам даже не надо ее устанавливать. Реально можно без нее. Хотя подсос. Подсос опять-таки. Подсос нужная штука. Ладно. Так и быть, установлю. Так, ключ. Ключ на 7. Вот в ангую он... Нет. Нет, нет, черт возьми, не он. Так. Хорошо, что стекло прозрачное и можно вот так вот взять просто чуть... О! Муха появилась. То есть, ее сколько-то не было и она сейчас появилась. Наверное, ваши уши кайфовали, когда не было мухи. Но придется сейчас потерпеть, потому что она пришла в гости. И мы будем ее слушать. Мне, конечно, этого не хочется делать, но черт возьми. Что ж, никуда не деться от этого. Так, здесь, как мы видим, все закручено. Все привода закручены. Газик вроде тоже. Ну, газ вроде не надо было закручивать. Так, ставлю... Ставлю вот это на место. Опять-таки здесь какой-то маленький-маленький вот. Во! Сразу угадал. Сразу угадал. Это замечательно. Теперь даже датчики я не буду дополнительно ставить. То, что это такое. Но это не обязательно. В общем, руль надо втыкать. Сидение водительское надо ставить. Так. Здесь какой-то, наверное, здоровенный должен быть ключ. 12, 13, нет. Может быть, 14, нет. Ну, значит, на 15 тогда самый здоровый ключ тоже не подходит. Прикольно. Прикольно. Ну, на 10-то нет. Здесь здоровенная гайка на всех рулях уж. Это гон. Это, конечно, гон, что здесь стоит ключ на 10. Итак, что мы делаем сейчас? До сидения даже нахрен не надо. Нам нужно залить всякие жидкости. Жидкости. Моторное масло. Погнали лить моторное масло. Откручиваешь вот так вот. Вот так вот наклонился. Вот так вот раз. Крышечку открутил. Масло такое вот раз. Оп. И льешь. Видите, внизу появляется такая зеленая полоска. Ну, как только она наполнится до конца. Все. Можно останавливаться. Можно больше не лить. То есть, масла должно хватать. Масло, по-моему, бесконечное здесь. То есть, можешь постоянно его подливать. Все. То есть, масло залито. Вот так вот мы ее поставим. Сейчас надо закрутить. Теперь что надо сделать? Теперь надо залить охлаждайку. Вот она, охлаждайка. Написано 10 литров. Черт, не видно ни хрена. Слишком близко как-то я поставил. Надо открутить теперь крышечку. Вот здесь вот расширительного бачка. Ну, в данном случае. Ну, как бы встроен в радиатор. И заливаешь вот так вот. Ну, что такое? Ну, что такое-то? Ой, блин. Ну, что ж ты? Какая мерзкая, а. Так, во-во-во, появилось. Появилось. Только что было. Вот. Все. Льем антифриз, охлаждаюшку. Или что тут, тасол, не знаю. Ну, судя по тому, что синий, наверное, тасол. Потому что антифриз, он или зеленый, или красный. Я не знаю, есть ли других цветов. Так, дополна. Вот прям до полного, до талого льем. Все. Готово. Надо закрутить крышечку. Во все остальные отверстия. Вот. Вот. Смотрите, сколько их. Раз, два, три. В коробку. Вот, по идее, в коробку надо что-то заливать. Но здесь, по-моему, ничего такого нет. Здесь некуда заливать в коробку. Поэтому. Поэтому ничего я не заливаю. То есть, вот у нас есть три вот этих бачка. И в каждой из них, в каждой из этих бачков надо лить последнюю жидкость, которая называется D, как-то там, DT, что ли, 40 или D40. Не знаю. Ну, сейчас все покажу. Вот та вот, это не крышка. Соответственно, она никак не откручивается. Так, вот она. DOT, DOT 4 она называется. Это жидкость. И мы ее во все вот эти вот три, три во все вот эти вот льем. Вот. В один, самый первый, я так понимаю, сейчас наливается. И туда дальше. То есть, в каждой из этих, это тормозная жидкость. Это получается не тормозная жидкость. То есть, везде. Везде мы льем. Так. Да, охренительно. Тачка начинает прыгать уже. То есть, понимаете, она... Это как гребаный франкенштейн. То есть, она уже живая. Можно кричать, it's a life. Так, вот я лью куда-то на землю, но льется... Тоже куда-то там наполняется. Что-то нормально. Так, и еще. И еще последняя баночка. Последняя из трех баночек. То есть, я получается все наполнил. Проверяем. Там наполнено. Там, там, там. Ну, вроде все наполнены. Так, закручиваем крышечкой. Ту закручиваем крышечкой. И эту закручиваем крышечкой. Все. Это нам больше не пригодится. И теперь последнее, самое вкусное, самое сладкое. Это бензинчик. Бензина немного. Поэтому его лучше не проливать. Бензина здесь должно быть примерно на пол бака. Вот как-то вот... Вот лучше вот не проливать. Вот аккуратненько как-то. Так вот. Вот пошло оно дело. Понятно, что вроде льется на землю. Но на самом деле, заливается в бак. И должно залиться где-то примерно половина бака. После чего можно пробовать заводить. Поэтому, если вдруг тачка загорелась, выгорела... Чего? Все, что ли? Валей еще. Если вдруг загорело, топливо выгорело, то все, ребятки, придется вам пилить на фургончике. Придется пилить за бензином. Как-то так. В общем, льем, льем, льем. И все. Бенз кончился. То есть, вот так вот можно еще побегать немножко. Ну, вот такое. Как бы толку от этого никакого нет. В общем, в принципе, все. Давайте попробуем завести движок. Так, я жму Enter. А, нет, без сидения Enter. Enter не будет жаться. Так, это пассажирская, это водительская. Можно не прикручивать. Должно и так работать. Что, не хочешь работать, что ли? Что ты? Ну же, давай. Есть! Ребятки, ну что, я вас поздравляю. Первый запуск двигателя состоялся торжественно. Да, он заглох. Но это нормально. Тут даже не надо расстраиваться. Это все нормально. Надо регулировать клапана, надо регулировать зажигание и прочее. Так. А что прикуриватель-то у нас? А, черт. Не то делаю. Не то тянул. А на аварийку жму. Так, еще разик попробуем. Во! Во-во-во, что-то дымит. Что-то, наверное, не докрутил я все-таки немножечко. Что-то не докрутил. Выхлоп, может быть... А, так у нас выхлопа же нет. Соответственно, потом вот этот фильтр убирается. Карбюратор берется, отвертка. Где, кстати, набор инструментов? Вон, набор инструментов. Берется отвертка и крутится все это дело. Итак, целый день прошел, судя по солнышку. Стало уже темнеть. Движок я собрал. Первый запуск состоялся. С чем я вас поздравляю. Надеюсь, вы поняли, как собирать двигатель. Вот последние три ролика, они были, по-моему, как раз-таки про сборку такую прям вот основательную. Или два ролика последних было про это. Не знаю точно. В общем, двигатель собран. Двигатель завелся. И можно собирать машину дальше. На этом все. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. С вами был Механик. Подписывайтесь на канал. Всем пока.